МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. И детишки любят отца. И не хотят, чтобы родители расходились. Да вот незадача. Нет у них сейчас семьи, понимаете? Нету. Михаил и Людмила Ласточкины прожили в браке 10 лет. Однако семейная идиллия разрушилась, когда к ним в город приехал сын Михаила от первого брака Игнат. Мальчик поселился в новой семье отца, что крайне не понравилось Людмиле и ее матери. Отношения между родственниками накалились настолько, что сегодня Людмила подала на развод. С ней еще встречается ее бывший муж. Мама мне все это рассказала, а она непосредственно все увидела. Мама, я маме-то своей верю. Борис Игнатьев подозревает свою жену Людмилу в связи сразу с несколькими любовниками и хочет с ней развестись. Людмила отрицает обвинение в неверности и говорит, что любит только Бориса. Однако муж ей не верит, потому что жена обманывала его и раньше. Дело в том, что Людмила по глупости скрыла от мужа, что у нее есть дочь от первого брака. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Ласточкиной Людмилы Алексеевны к Ласточкину Михаилу Степановичу о расторжении брака и о разделе совместно нажитого имущества, а именно загородного дома площадью 300 квадратных метров стоимостью 53 миллиона рублей в долях две трети истицы и одна треть ответчику соответственно и трех автомобилей иностранного производства. Истицы также просят передать ей в собственность автомобиль стоимостью 750 тысяч рублей, а в собственность ответчика оставить два автомобиля стоимостью 800 тысяч рублей и 1 миллион 100 тысяч рублей. Ответчик Михаил Степанович Ласточкин на развод не согласен, выдвигает встречный иск о разделе супружеского имущества и требует признать за ним право за тремя четвертями дома, а за супругой одна четверть соответственно. И с предложенным вариантом раздела автомобилей ответчик вы согласны. Все правильно я говорю, да? В зарегистрированном браке вы 10 лет состоите, у вас дети общие Ласточкина Екатерина, дочке 9 лет, Ласточкин Егор, сын 7 лет. Спора в определении места жительства детей между вами нет. Все верно, да? Тогда, Людмила Алексеевна, скажите, пожалуйста, причина развода какая? Мне очень сложно рушить то, что я строила 10 лет. Но так сложились обстоятельства, что дальше вместе мы жить не можем. Судом разовите, что случилось? Ну, у нас двое детей. Катенька и Егор, 9 и 7 лет. Дети останутся со мной. Я на алименты не подаю. Миша любит своих детей. И я думаю, без куска хлеба не оставит. А то, что мы нажили в браке, я думаю, надо поделить по справедливости. Мне две трети, Миша одну треть. Ты считаешь, что по справедливости, да? Да. И машину, на которой я езжу, прошу отписать мне, а то все три записаны на нем. Людмила Алексеевна, ну ладно, давайте с имуществом пока отложим вопрос. А вы скажите, вот сама причина развода, вы же не из-за имущества создавали семью, детей рожали. Конечно нет. А что случилось между вами, как вот между мужем и женой? Вы знаете, я всю жизнь хотела быть хорошей хозяйкой, мамой и женой. И когда вышла замуж за Мишу, то я сразу бросила работу и посвятила себя дому. Мы жили в трехкомнатной квартире, все было отлично. Потом родились дети, дочка, через два года сын. Стало тесновато, разнополые дети, да и не по статусу стало жить Миши в таком доме, в таком районе. Мила, ну ты знаешь, мне без разницы было, в каком районе я живу. Абсолютно все равно. Мне устраивала и квартира, и район, в котором я живу. И соседи. Мы с ними знакомы. Ты знаешь это. Ты постоянно вот зудела и зудела. Ей подавай загородный дом. И не обыгде, а в элитном коттеджном поселке. Конечно. Хорошо, купили. Вот, кстати, ваша честь договорна. Ну хорошо, если есть средства, почему бы не купить? Пристав, я попрошу вас, передайте, пожалуйста, правоустанавливающие документы. Вы оригиналы принесли, да? Да. То, что копия и яйца. Угу. Как вы видите, общая стоимость 53 миллиона. Ну, хороший дом. Из них 25 миллионов я доложил после продажи своей добрачной недвижимости. А именно этой трехкомнатной квартиры, о которой мы сейчас говорим. Так, хорошо. И соответственно, как я считаю, совместно нажитой, можно считать лишь ту сумму, которая была добавочной на дом, 28 миллионов. Вот, если разделить ее пополам, пополам, то получается по 14 миллионов. Это, мне кажется, именно та часть, на которую может претендовать Людмила в случае нашего развода. Машину? Так уж и быть, Людмила. Я на тебя перепишу, не переживай. И детям я буду алименты платить. Им хватит. Ну как? Мы с детьми остаемся вместе, и нам всего одна четверть? Это какая справедливость? Головой нужно было раньше думать. Ваша честь, я ведь не собирался разводиться. Но если она настаивает, пожалуйста. Говорит, что во всем виновата моя мама, которая приехала к нам жить, нам помогать. Именно проблемы начались у нас после приезда ее вот матери, моей тещи. Откуда приезд-то был? Она приехала из этого своего, как его, Козлодуева. Козельска. Ты всегда путаешь это название. Он просто плохо знает историю Руси. Ему неинтересна моя жизнь. Так вот, Зинаида Петровна приехала якобы помочь бедной Люсеньке посидеть с детьми. И вот она приехала помочь, и мне такое ощущение, что она осталась, прописалась у нас навсегда. И вот с этого момента и начались как раз вот эти вот, да как вы начались, усугубились только вот эти все проблемы. Ваша честь, давайте лучше у нее и спросим, как это было. А то здесь вы расскажете. Ну хорошо, раз у нас Сидорчук Зинаида Петровна явилась, приглашайте ее в зал, спросим у мамы. Мама виновата. Ну что это такое? Вы свидетель Сидорчук? Да. Пройдемте со мной. Послушаюсь твою маму. Хорошо. Помогала. Мне все время помогает. Здравствуйте, Зинаида Петровна. Здравствуйте. Зинаида Петровна, ну скажите, вот вы знаете семью вашей дочери, двое детей. Стоит эту семью сохранить? Почему же вы занимаете позицию, что надо расставаться им? Ну вы знаете, я вообще-то не занимаю такую позицию. Ну как бы вы вот дочь поддерживаете. Моя доченька очень хочет сохранить свою семью, но только не получается. Вот они много лет вместе, она его обихоживает, обглаживает, вкусно готовит. К слову сказать, прекрасная хозяйка. И детишки любят отца. И не хотят, чтобы родители расходились. Да вот незадача. Нет у них сейчас семьи. Понимаете? Нету. Потому что Миша постоянно ругается с Люсенькой. Он вечно всем недоволен. Да, Миша. Да. А Люсенька жалуется мне, плачет. А я ей говорю, доченька, терпи. У вас же детки. А Миша, посмотри, он же при деньгах хорош с собой. Его любая баба к себе под бочок быстренько захомутает. Понимаете? А какие отношения с детьми-то у папы? Он хороший отец? Вы знаете, надо с ним пожить, чтобы выяснить. Но я не смогу пожить, поэтому я вот у вас спрашиваю. Вы знаете, мне он не отец, но дети его очень любят. И я не знаю, у нас же трое детей, понимаете? Вот ему надо бы следить за своим старшим сыном от первого брака. Подождите, а еще есть ребенок? Егор, это сын от этого брака, да? Вы знаете, Егорушка общий. Это общий ребенок, да? Бабушкина солнышко. Екатерина тоже дочка совместная. А еще есть сын от первого брака, да? Да. Как зовут? А вот Игнат от первого брака. Его сын. А он вам-то в семье чем мешает? И вот он моей дочери все нервы вымотал. А она, бедная, срывается на нем. Так, Людмила Алексеевна, а вы знали, что у вашего супруга ребенок, первый брак был, да? Конечно, да. Но они развелись до нашего знакомства. Миша исправно платил алименты до 18 лет, но бывшая жена не давала ему видеться с сыном. И вот недавно она объявилась, стала названивать Миша и говорит, помоги сыну устроиться в институт. А ему уже больше 18 лет, да? Ну вот он закончил, видимо, захотел приехать в город, устроиться, квартиру найти. И Миша не нашел ничего лучше, чем поселить его в наш дом. Представляете? Что тут такого? Ну, кровь, не вода. Ну, как что? Что это за такого, Людмила? Вас это не устраивало, понятно. То есть приходит взрослый, взрослый молодой человек. так пожалуйста. Мама приехала помогать. Да. А Игнат куда приехал? Ты знаешь, что он приехал поступать в институт, в наш университет. И поступил, причем на бюджетное отделение. Людмила Алексеевна, ну знаете, дети, такая ситуация, здесь надо идти навстречу все-таки ребенку. Да вы знаете. Тем более, что ему пока негде жить. У нас дом большой, 10 комнат, места всем хватает. Да, только моя. А что это можно было тут не поднимать вообще? Михаил Степанович, скажите, пожалуйста, а вы, как считаете, ваш сын хорошо себя вел по отношению к вашей супруге? Не мешает он вашей семье? Он вел себя по-хамски, хамит нам, оскорбляет меня с мамой. И вообще, мама приехала мне помогать, а мамаша, твоего сына, прислала его, чтобы нас разлучить. Это я точно знаю. Раскусили мы с мамой эти все аферы ваши. Вот три месяца назад, как он появился, у нас вообще жизни не стало вдоль. Прям жизни не стало. Он только у вас три месяца, и уже так отравил вам жизнь, что вы до развода дошли. Он хочет поссорить, понимаете ли? Он с мужем и с детьми с моими он сюсюкает. Специально на зло мне он подружился, зато нам хамит постоянно. Да ты слышишь с тебя вообще? Тебе в каком заговоры мерещатся? Как это можно подружиться на зло? Объясни, как это подружиться на зло? На зло, чтобы нас поссорить. Видимо, мамашка там богатого мужа решила вернуть. Ваша честь, Игнат нормальный мальчик. Вы сами все поймете. Можно пригласить его? А вы приглашали его в качестве свидетеля? Так, Ласточкин Игнат Михайлович, если ожидает в коридоре, приглашайте в зал. Зачем ты притащил своего сына? Показать, какой он хороший мальчик? Свидетель Ласточкин? Да. Пройдемте. Я скорбляю. Ну, можете поделиться. Не устраивать скандал. Здравствуйте, Игнат Михайлович. Проходите, пожалуйста. Я явился, не запылился. Не спей хамить моей матери. Пожалуйста. Кто и хамит? Хватит ко мне цепляться, достали обе. Пожалуйста. Ваша честь, посмотрите, какой он хороший мальчик. Так вы сами первые начинаете. Вот именно, что с мужем и с детьми он сюси-пуси заигрывает, а с нами только хамит, огрызается. И никогда ни с кем не сюсюкал и не заигрывал. Егорку и Качку я и правда полюбил. И отца люблю. И с Людмилой Алексеевной был настроен хорошо общаться. Вот видите. Вы понимаете, когда я жил с отчимом, он постоянно меня аж понял. То-то не так, то это. Поэтому для себя решил, когда перееду к отцу, с мачехой надо подружиться. Но это было сложнее, чем с отчимом. Если тот только по вечерам доставал меня, то эти две, пока я дома, на протяжении всего дня меня пилят. В два горла. Но главный негатив это от бабки. Бабка это просто, я не знаю, ее ненависть через стены передается. Ну она вам тоже, наверное, не бабка? А какая я тебе бабка? Коршиец. А как вас еще назвать? Ну набрался словечек. Понимаете ли, из себя корчит несчастного бедного. И отчим его обижает, и мамочка не любит, к папочке пришел слезными слезами, соплями. Пришел, чтобы он тебе добро свое отдал. Так что ли? Ага, конечно. Да я раскусила вас. Вы думаете, вы хитрые с твоей мамашей? О чем вы говорите вообще? Это все воображение вас. Да все ты прекрасно понимаешь. Мамаша, видать, богатого мужа хочет вернуть, вот и подослала тебе. Такой бред. Да что за бред? Писать завещание. Все мы знаем. С чего вы взяли вообще это? А какие у вас отношения с бывшей вашей супругой? Вы поддерживаете отношения? Нормальные, да, мы поддерживаем отношения. Ну, это отношения как... Ну, она точно не хочет вас вернуть? Да абсолютно не хочет. Я не знаю, откуда вообще, почему вам в голову такое вообще сбрело. И я тоже не знаю, откуда взялась эта твоя бывшая жена еще с сыном. Вот именно. Люда, то, что вы сейчас говорите, это полный бред. Полный бред. И сейчас я вам докажу. Я знал, что так может вылезти такая тема, вот так это все может обернуться, и поэтому я заранее договорился, чтобы мою бывшую жену вызвали в качестве, в качестве, извините, волнуюсь, свидетельницы. Можно это сейчас сделать? Это Марина Ефимовна Павловец. Приглашайте, пожалуйста. Да она-то зачем? Еще и жену свою притащила. Вот именно. Пусть она вам все расскажет. Если вы... Не, 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 не. Вы свидетель Павловец? Да. Пройдемте. Давайте послушаем ее. Здравствуйте, Марина Ефимовна. Проходите, пожалуйста. Рядом с сыном занимайте место. Марина Ефимовна, сейчас бракоразводный процесс, и всевозможные вещи обсуждаются. Одна из них, что вот Людмила Алексеевна настаивает, что вы с помощью сына, с помощью конфликтов, которые сеет в этой семье ваш сын, хотите вернуть своего бывшего супруга. Вот, пожалуйста, либо опровергните это, либо подтвердите, но внесите ясность. Разумеется, нет, Ваша честь, я не собираюсь никого возвращать. Мы с Михаилом уже давным-давно чужие люди, и каждый живет своей жизнью. Я понимаю, что 12 лет назад я поступила некрасиво, когда запретила видеться отцу с сыном и забрала его в другой город, но сейчас тоже все хорошо, все в прошлом. Михаил общается с сыном, принял его у себя в доме, заботится о нем. И чтобы мне вернуть Михаила себе назад, мне это не нужно совсем. Но об этом не может быть и речи. Людмила, ну не дурите, не разводитесь вы с Михаилом. Такого прекрасного отца для своих детей вы все равно не найдете. Вы зубы, когда-то нам не заговариваете зубы. Что? Какие зубы? Вы хотите вернуть? Или говорите, что не хотите вернуть? Нет, не хочу. Вы не хотите вернуть? Ну конечно, он же больной, он вам здоровый не нужен был. Но нас-то вы не проведете. Вы наверняка прознали, что у Миши сердце-то не к черту и решили посуетиться нас из Турданова. Да как вам не стыдно такое говорить? Потому что если он помарет, то вы получите кукиш. Да как вам не стыдно? Да вы нас не стыдите. Смотри, какая совестливая нашлась. Знаем мы вас завещание. Вот ваша цель. Твоя и твоего сына. Специально подослала его. Знаем, вы раскусили. Правда, глаза колет. Ах, вот вы как заговорили. Хорошо. Знаете, чужого мне не надо, но и своего я не отдам. Ваша честь. Понимаете, та квартира, которую Михаил продал, чтобы купить дом, это наша общая квартира. Это совместно нажитое имущество в браке. И поэтому я по закону претендурую... Чтобы купить дом совместной с истицией, да? Да. Вот эта квартира, которую вы продали, вы как раз мне, ответчик, сказали, что использовали эти средства целевым назначением для приобретения дома, который сейчас и собирается разделить Людмила Алексеевна. А средства эти были ваши совместные с предыдущей женой, супругой. И вы тогда на раздел не претендовали. Да, тогда я увезла сына и не стала делить квартиру. Но дело в том, что по закону я имею полное право на половину стоимости этого имущества. И даже и могу поддать иск. Но даже в таком случае даже не нужно, чтобы Игнат, включаясь в завещание, все равно свое получит. Дама, да что вы такое несете? Я стою вот перед вами живой и умирать не собираюсь. Извини, Миша, просто твоя жена, милочка, вывела меня из себя. Ты же знаешь, что Игнат тут кроме отцовской любви ничего не нужно от себя. Надеюсь. Как вы не стыдно вам такое говорите, что я и Игнат ждем смерти Михаила. Я просто прислала мальчика, который окончил школу, поступать в университет к отцу, бывшего мужа, ну и что, ну и все. И только я 10 лет строила этот очаг. Я думала, под старость лет буду жить спокойно, счастливая женщина. И вот появляется вот эта неизвестно откуда взявшаяся женщина, какая-то бывшая жена. Вы представляете, нам нарисовалась мадама. И как раз после того, как у него получилась операция на сердце у бывшего. И подослала нам своего сыночка, чтобы сердце растаяло у отца. И он все прописал, значит, сыночку вашему. А моя дочь, что должна с говно остаться во всем мире. Ты что на мать орешь? Вот. И отца раньше времени не храни. Теть Люд, не слушайте ее. Она вас подначивает. Все, что она говорит, неправда. И ты, бать, не слушай. Все у тебя нормально будет. Облом вам. Потому что все, что останется ему после развода, вот это он может только кому хочет, тому и описать. Да мама, все, хватит. Вижу, человек с сердцем плохо. Из-за как помело. Миша, я только правду говорю. Вы сейчас и мужа потеряете, и детей оставите без отца. Пожалуйста, я прошу вас прекратить расцветку. Успокойтесь, пожалуйста, Михаил Степанович. Мне не нужен никакой развод. Я вас прошу прекратить процесс. Нормально. Ну, я прекратить процесс не могу, я процесс должна провести до конца, просто если вы отказываетесь от исковых требований о разделе имущества, то я хочу, чтобы вы понимали, что вы потом не сможете, не перебивайте суд, что вы потом с исковыми требованиями уже не сможете обратиться именно вот о разделе имущества. Вам это понятно? Подумай. Да? Да, подумай. Или вам дать время подумать. Да, будьте добрыми. Хорошо, суд удаляется для вынесения определения. Хорошо всех встать. Далее в программе. С ней еще встречается ее бывший муж. Мама мне все это рассказала, она непосредственно все видела. Мама, я маме-то своей верю. Борис Игнатьев подозревает свою жену Людмилу в связи сразу с несколькими любовниками и хочет с ней развестись. Людмила отрицает обвинение в неверности и говорит, что любит только Бориса. Однако муж ей не верит, потому что жена обманывала его и раньше. Дело в том, что Людмила по глупости скрыла от мужа, что у нее есть дочь от первого брака. Слушание дела о расторжении брака и о разделе супружеского имущества отложить, назначить супругам срок для примирения три месяца. Суд откладывает слушание дела и представляет супругам срок для примирения три месяца, потому что ответчик на расторжение брака не согласен. Если супруги не примирятся и истица по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то через три месяца брак будет расторгнут и рассмотрен по существу иск о разделе супружеского имущества. Также суд разъясняет свидетелю Павловец бывшей жене ответчика, что срок исковой давности для требований о разделе супружеского имущества бывших супругов три года. Вам это понятно? Определение вам понятно? Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Слушается дело по иску Игнатьева Бориса Сергеевича к Игнатьевой Людмиле Ивановне о расторжении брака. Ответчик Людмила Ивановна Игнатьева иск не признает и возражает против развода. В браке три года и детей у вас нет общих. Соответственно, Борис Сергеевич, вам как истцу представляется первая возможность изложить в суду причину развода. А мы вас выслушаем чуть позже. Ваша честь, я я в общем решил развестись. И мама со мной полностью согласна, да и все, кто меня знает, со мной согласны. Ваша честь, дело в том, что моя жена она мне изменяет. И более того, скажу, что у нее несколько любовников. Боря, о чем ты говоришь? Ну а что, не правда, что ли? Так, Борис Сергеевич, ну значит, вот если вам факт супружеской изменой известен, скажите, как это произошло, когда, чтобы суду тоже было понятно, что он вами установлен, что это не ваши домыслы, не предположение, не ревность, что тоже бывает. Да, да, в вашей честь, конечно, у меня есть факты. Ну какие факты? Ну вот, смотрите, я вот считаю ненормальным, что в наше время дарить замужним женщинам цветы. И к тому же дорогущие букеты. Это ненормально. Там тысячи на три, четыре, там розы, орхидеи. Господи, а почему же замужних женщин достойными цветов? Ну, такие дорогие букеты, понимаете, за три-четыре тысячи, я даже вот... Не принимается как основание подтверждения супружеской измены, это не цветы. Ваша честь, хорошо, у меня есть еще другие факты. Так, какие? Помимо цветов, ей, кстати, еще дарят ей подарки всякие, например, кофточки. Я сама покупаюсь для этой кофточки. Говорит мне, что в переходе. Ну ладно, там кофточка, хорошо, а помады тогда? Серьги, Я что, не могу себе так еще и телефонные звонки по ночам. Она берет трубку, говорит, что, типа, это случайный звонок, берет трубку и идет сама в ванну. Это что, ненормально? Кто-то ошибся номером, я решила ответить, чтобы не разбудить себя, вышла. Ага, расскажи мне, Ваша честь, я бы все это терпел и терпел бы до сих пор. Я так называемую женушку, которую вывел свет, прописку сделал ей в Москве. Ну, понимаете? Это свет, московская прописка? чтобы я просто знала, что свет-то в жизни настоящий. Ну, Ваша честь, понимаете, она из Подмосковья, из далекого, все равно для нее, для нее важнее, я считаю, что прописка в Москве. Это вообще из далекого Подмосковья, страшнее места не бывает. Ваша честь, для нее это важно, я считаю. Ну, понимаете, в чем дело? Она в последнее время уже перешла все границы. Она начала водить одного из любовников к нам в дом, в мамин дом, но это вообще ненормально. Кого водить? Я никого не водила. Ну, конечно, что ты мне рассказываешь? Думаешь, я придумаю, что ли? Так, ну, какой факт? Ваша честь, я просто так не буду говорить. У меня есть факты. Я, когда возвращался домой, видел, когда выходил из нашего дома парень, она придумывает, что она вообще его не знает. Подождите, из дома или из квартиры? Из дома. Из вашего дома? Я видел, что из квартиры... Нет. Вы понимаете? Я до этого видел его несколько раз возле дома, а сейчас непосредственно из нашей квартиры. А он... Дело в том, что он не скрывал этого. Он сам мне сказал, да, чувак, я ходил к твоей женушке. Просто бред. Так, значит, факт, что кружеской измены установлен с чужих слов. Сами вы ничего не видели, а с чужих слов... Нет, Ваша честь, это еще не все. Дело в том, что с ней еще встречается ее бывший муж. Мама мне все это рассказала, а она непосредственно все видела. Мама, я маме своей верю. Боря, пожалуйста, не горячись. Того парня я действительно не знаю, а Макса ты совсем зря приплел. Вот, конечно. Твоя мама что-то перепутала. Да ничего она не перепутала. Вот ты придумаешь, что парня не знаешь, с бывшим мужем, типа все это поклеб, все это неправда. Ваша честь, да она потенциальная врушка. Она с первого, с самого начала начала мне врать. Она сказала, она мне не сообщила, что у нее есть дочь. Ну, это нормально разве? Да я испугалась. Ну, чего ты испугалась? То есть у вас есть ребенок, и вы супругу не сообщили, что у вас есть ребенок, да? Скрыли? Да, я скрыла этот факт. Почему? Я испугалась, потому что я думала, что они... А дочка-то как без вас? Дочка живет? Она живет с моей мамой в доме, и я приезжаю. Я воспитываю как бы свою дочь. Просто я испугалась, то что... А если дочь не живет с вами, это вы ее не воспитываете? Я воспитываю, езжу. Борис Сергеевич, вот скажите, пожалуйста, а вы когда поженились, вы любили свою супругу? Ну, да, Ваша честь. Я, кстати, могу рассказать. Смотрите, я познакомилась, мы вообще с ней в поликлинике. Она там работала, в платной поликлинике, она работала там медсестрой. Я как бы врачам особо не доверяю, и поэтому... Ну, там... Доверяете медсестрам? Нет, нет, Ваша честь. Я поэтому решил в платную поликлинику. Мама мне, кстати, ее посоветовала, она нашла. Там цены, кстати, недорогие. Ну вот. Я пошел к ней на процедуру делать уколы. Ну и там у нас как бы все это закружилось, там кафе, кино и так далее. И потом непосредственно я ей быстро сделал предложение. Ну, думал, нормальная, такая честная женщина, без всяких вакедонов. И самое главное, она понравилась моей маме. Ну, я мамину мнение очень ценю. Ну и что потом вышло? Оказывается, это так называемая женушка. Она все это как бы придумала, так сказать, с одной целью, чтобы прописку в ней главное было и бесплатное жилье. Вы понимаете? Ну, это хорошо, мы с мамой ворим все это вывели наружу. А то, как родила... Подождите, но к бесплатному жилью и к прописке прилагались еще и вы. Ну, хорошо. Со своим сексом, с приготовлением вам пищи, с уборкой квартиры. Ну, очень много просто к этому прилагается. Нет, ну... Вы считаете, что это стоящий обмен? Нет, ну... Может быть, она вас тоже любила? Может быть, она хотела быть с вами? Нет, ну, ваше честь, мне кажется, самое главное для нее это была прописка и бесплатное жилье. Ну, понимаете, было бы ненормально, если бы мы вовремя сейчас все это не выявили. Потом она родила бы неизвестно от кого ребенка и потом бы на меня это повесила. От практики бы родила. Хорошо, ваша позиция мне понятна. Слово вам предоставляется. Пожалуйста, вы-то можете суду объяснить, что произошло в вашей семье? Боря, мне не нужна была никакая прописка. Ты сам меня решил прописать, чтобы было проще с документами. Ваша честь, у нас очень хороший дом в Павловском посаде в Подмосковье. Просто там нет работы, поэтому я приехала в Москву зарабатывать. Можете не оправдываться, я совершенно не считаю, что прописка основания для заключения брака, потому что сейчас в современных условиях это вообще не влияет ни на что. Вы можете быть прописанным в любом городе России зарегистрированном и прекрасно работать, как удобно, на свободу передвижения. Ну так вот, я познакомилась с Борисом, все у нас закрутилось. Боря, ну я тебя очень люблю, понимаешь? А давай к нам переезжай, будем на дачу ездить, шашлычки пожарим, клубника. Боря, ну пожалуйста, только не разводись. Да какие шашлычки? Что ты все придумаешь? Ты уже вообще завралась. Придумаешь какие-то шашлычки, клубнику? Скажите, пожалуйста, Людмила Ивановна, в общем, ваш дом в Павловском посаде, как я понимаю, не является основанием для расторжения брака. Вашего мужа возмутило, последней каплей было то, что у вас есть ребенок, и вы не сказали об этом. Да, Ваша честь, я понимаю, я очень виновата в том, что я скрыла своего ребенка. Но у нас с Борей, понимаете, все быстро закрутилось. Когда мы встречались, я думала, ну рано еще говорить, что есть ребенок. А потом Боря мне резко сделала предложение, и я испугалась. Да, я виновата. А чего вы испугались-то? Ну я испугалась, что они не примут меня с ребенком. А они это кто? Ну, Боря со своей мамой. А, так вы вместе проживаете с его мамой? Да, мы проживаем все вместе. А вы испугались, что мама не примет, или муж? Ну, вообще, вот редко, ну, многие против того, чтобы девушка была с ребенком, и, ну... А вы все еще девушка с ребенком. Ваша честь, вот, кстати, я вспомнила насчет мамы моей. Она хорошо, честная, порядочная, добрая женщина. Приютила ее. И она чем ответила? В ответ. Украла деньги, я вас, кстати, вспомню. Боря, я вообще ничего не воровала. Ну что ты говоришь? Я не способна на воровство. Ивана, скажите мне, пожалуйста, а вот отец ребенка кто? С отцом ребенка мы общаемся сейчас. Мы с ним знакомы еще со школы. Как его зовут? Его зовут Максим. Мы общались, гуляли, потом поженились, родилась дочь, потом Макс ушел к другой. Ну, я встретила Борю, ну, и закрутилась у нас. У меня до Макса не было других мужчин. Да, конечно, рассказываю, не было. Ага. Ваша честь, ну, понимаете, Антонай, и изменяется. Скажите, а с кем ребенок-то проживает? С отцом? Нет, у Макса другая семья. Ребенок проживает с мамой, с моей мамой. Ага. То есть у ребенка ни папы, ни мамы сейчас нет практически. Макс платит алименты. А вы занимаетесь своим супругом? Я занимаюсь с ребенком, я помогаю, я приезжаю. Да, все, поняла я. Хорошо. Я знаю, конечно, Ваша честь. Вот она у нас не только изменяет еще. Вот я еще говорил здесь, что она и воровка потратила деньги на кредит. Какая воровка? Ну, конечно. Мама-то все это видела, что это придумает. Это хорошо, что она... То есть вы установили факт кражи. Расскажите о нем. Ну, я лично не устанавливала, это мама мне все сказала, действительно, что потратила она деньги на путевку. И это самое-самое интересное, что еще она пожалела ее, маму, моя мама, спасибо, что полицию не выжила. Да, твоя мама очень хорошая. Она приняла меня как дочь родную. Ваша честь. Ну, можно я приглашу она здесь в качестве свидетеля, чтобы она все рассказала? Вы знаете, вот мне ничего не понятно, что вы говорите. Вы какими-то фактами сыпете, ничего не излагаете по порядку. Давайте выслушаем вашу маму, может быть, она... Элеонора Константиновна, да? Игнатьева. Приглашайте ее в зал. Может быть, она нам поможет установить факты. Она все устанавливала. Так что она сейчас все расскажет, все выведет тебя на чистую воду. Я готова. А, вы свидетели Игнатьева? Да. Пройдемте. Да, что они, что они не говорили? Я вот... Завралась совсем. Я не способна... Здравствуйте, Элеонора Константиновна. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Будьте добры. Помогите, пожалуйста, своему сыну изложить в суду, почему этот брак следует расторгать. Ваша честь, этот брак нужно расторгнуть. Я считаю, что вообще немедленно. Объясню, почему. Дело в том, что мой сын женился вот на этой медсестре, в общем-то, с моего согласия. Вот. Но пошло такое, дошло в нашем доме до того, во-первых, мы попросили убраться с нашей квартиры. Я вам скажу. И слава богу, что мы попросили убраться с нашей квартиры, так как у меня пропали деньги. То есть Людмила уже взялась за воровство. Я никогда... Первое дело, я попрошу Людмилу не перебивать меня, я пока говорю, по-моему. Дело в том, что Людмила первое время вела себя довольно-таки скромно, представила скромной девушкой, даже попросила, говорит, можно я буду вас называть мамой, передо мной все сисюкало, все-сю-сю-сю-сю-сю. Можно я включу машинку? Я говорю, пожалуйста. Можно я сделаю погромче телевизор? Да, Людочка, все, пожалуйста, все только для Людочки, все только для них. Сын у меня уже, вы видите, великовозрастный, я думала, что они заведут нормальную семью, вот, и старалась этому, знаете же, я не вечная, но после того, как у меня пропали деньги, после того, как я узнала, что она замутилась со своим первым мужем, потом нашла еще какого-то иногороднего парня, вы знаете, но это просто слов нету, никаких. Леонора Константиновна, расскажите, пожалуйста, откуда вам стало известно, что есть ребенок у нее? Ведь она это скрывала от мужа, это же вы, как я понимаю, рассказали сыну. Откуда вам-то известно? ваша честь, дело в том, что у нас квартира трехкомнатная в центре, вот, и все равно это квартира, и ничего не утаишь, то есть там, я стала наблюдать, появились сначала игрушки, потом появились какие-то детские платьица, шортики и так далее, потом появился детский телефон, ну, то есть сотовый телефон, ярко-розовый, обычно, который дарят ребяткам в начальных классах, в начальной школе, я обратилась к Людмиле, честно я вам скажу, я сначала подумала, что нас грядет, ждет большая радость пополнения в нашем семействе, я к ней говорю, Людочка, у нас может быть намечается какая-то радость в семействе, она, нет, нет, я это все маме везу, я говорю, Люд, по-моему, насколько я понимаю, все эти вещи, ну, никак маме не подходят, вот, ну, и я решила проследить за ней, дело в том, что она на следующий день собралась ехать к себе в Павлово, и я думаю, что дай-ка я куплю семян, и пойду за ней следом, то есть, чтобы она посадила у себя на огороде, и если она меня увидит, то я скажу, я просто решила сделать сюрприз, как бы приехать, побеседовать со своячницей, очень соскучилась, и так далее, у меня почему-то какая-то смутная догадка, вот знаете, ваша честь, ну, лег прямо камень на сердце, думаю, что-то она от нас опять скрывает, ну, и что вы думаете, я приезжаю туда, бежит навстречу, очаровательная белокурая девчушка, бежит к ней, мама, мама, она так растерялась, потому что мы-то с сыном приезжали, мы же не знали, что у нее есть ребенок, она же его скрывала, значит, она прятала его в каком-то доме, у кого-то, у чужих людей, я ей говорю, Люд, разве можно так со своим ребенком обращаться, ведь ребенок это чудо, но бог с ним, с ребенком, вот мужики твои и воровство, вот эта наглость и подлость. Элеонора Константиновна, Элеонора Константиновна, скажите, пожалуйста, откуда вы решили, что у ответчика есть любовники? Ой, вы знаете, ваша честь, не хотелось бы мне об этом говорить, но придется, наверное, еще и это рассказать. Дело в том, что я ее выследила, а почему выследила? Вы знаете, одно вранье рождает второе, то есть я смотрю, она постоянно разговаривает по сотовому телефону, ночью сидит в соцсетях, я знаю твоих подруг, потом с телефоном убегает в ванну, я ее спрашиваю, в ванну убегает, я ее спрашиваю, Люда, я говорю, может быть, что-то случилось, может быть, какая-то помощь нужна, вы знаете, уже узнали, что ребенок-то у нее есть, может, что-то с ребенком случилось, вы же сами должны понять, думаю, может, как-то помочь, несмотря на то, что она такую дикую вещь совершила, но все-таки у меня, как у матери борит сердце за ребенка, которое она оставила, а она говорит, да нет, это вот я пойду сейчас с подружкой погулять, ну, что вы думаете, я ее проследила, и ни за какой не за подружкой она пошла, а пошла она встречаться со своим бывшим мужем, причем встречалась с ним на квартире, но это нормально, ведь он отец ее ребенка, у них есть о чем поговорить, но самое главное, что кроме мужа-то, я ее застала и с другим парнем, совершенно иногородним, и вы знаете, что наша, кто-то посмотрела по соцсетям, полазила, оказывается, она забронила себе вместе с ним путевочку в Крым на двоих, и для меня вообще это глаза, это какой-то нонсенс для меня открылось, что из себя это представляет, я уже вообще это просто ужас, мамзель, хорошо, да я слушаюсь, Ваша честь, я бы хотела пригласить свидетеля, Рябинина Максима, моего бывшего мужа, он сейчас вам все объяснит, Максим Олегович Рябинин вызван в качестве свидетеля со стороны ответчика, вы свидетель Рябинин, пойдемте, как ты ведешься к своему ребенку, как ты относишься к моему сыну, поэтому ребенку, поэтому я могу сказать только одно, здравствуйте, Максим Олегович, Максим Олегович, как я понимаю, Людмила Ивановна, Ваша бывшая супруга, у вас есть ребенок совместный, скажите, какие у вас сейчас отношения, поддерживаете ли вы отношения как мужчина и женщина, или ваши отношения касаются только воспитания ребенка? Ну, в плане интима у нас никаких отношений нет, я Люду знаю, ну, с пеленок, мы вместе росли с ней, ну, по юности, так сказать, было, родители на работу, ну, мы в койку, ну, а сейчас мы выросли, у нас дружеские отношения, я Люду в обиду не дам, но не более того, и вообще, кстати, я женат, у меня есть жена, а жена еще такая, что, если что узнает, так дай бог, а к Люде она не ревнует, она понимает, что... Не ревнует, а вы встречаетесь вот по поводу воспитания ребенка, да? Да, именно, в вашей встрече, как-то объясните? Конечно, конечно, ну, мы же родители, у нас же есть ребенок, это же ответственность, и мы растим ребенка, так сказать. На расстоянии оба растите ребенка, как я понимаю. Что ж вы тайно встречаетесь, а я за вами хожу и смотрю, как вы встречаетесь, не встречаетесь с ребенком, ты хозяин, я и хотел сказать, я и хотел сказать, вот вы, вы нас преследовать в последнее время стали, непонятно, откуда вы, зачем вы? У меня вопрос к ИСЦу, вы понимаете, что здесь домыслы вашей мамы, а факты не подтверждаются? Да, да, Ваша честь, мне кажется, я все равно не верю, ни единственное слово, ни одному, ни другому, но они просто могли сговориться и все. То есть вы по-прежнему настаиваете на разводе? Да, Ваша честь, да и к тому же... Борь, поверь мне, пожалуйста, я же только тебя люблю. Да, понимаешь, это уже не важно, Ваша честь, я просто тоже хочу другого, ну, в смысле, другую женщину, честную, справедливую более. И у вас есть кандидатура уже? Да, Ваша честь, она уже есть. Я просто в шоке. Это такая одна единственная. То есть вы начали, уже начали другие отношения? Да, потому что дело в том, что правильно... Когда ты успел завести другую? Успел, правильно мама говорила. Если бы она не врала, ничего бы этого не было, я бы не подумал пойти налево. Ваша честь, я повстречал женщину, новые отношения у меня, ну, как сказать, повстречала, она у меня уже до этого была, до нашего брака с Людмилой, ее зовут Рита. Вот, ну, у нас в свое время тогда не сложилось. Вообще в шоке. А сейчас сложилось. А сейчас опять как-то в новое вдохновение как-то все закружилось, как у них прям буквально. У нас нет ничего. Нету, у нас ребенок, и все. Она честная, она такая честная. Я алименты платил, всегда ей. И когда у меня трудности на работе было, и жена заболела, так она алименты не стала брать. Она не то, что чужого, она свое-то постесняется. А что? Ну, поверь ему, ну, Дорь, поверь просто. Что ж ты от такого золота? Ужелый бросил жену вместе с ребенком, и сейчас говоришь. заставили нас, так сказать, пожениться. Потом с армии я пришел. Ну, в Москву посмотрел. Ну, правильно, вот вы все в Москву выездите, как танки иногородние. Вас прямо вперед и вперед все в Москву. Вот и сидели бы у тебя в Павлово. Они в Москву вы к нам. А вы в 16-м поколении москвичка, да? От Юрия Долгорукого свой род ведете. Ну, как вам не стыдно? Ну, что же со снобизм-то такой столичный? Ваша честь, так что вот я сейчас снова... Скажите, пожалуйста, Леонора Константиновна, а вам известно о том, что у вашего сына есть новая возлюбленная? Вы знаете, что в принципе, да. Мне это известно, и я очень рада. Почему я рада? Потому что, в принципе, она пара моему сыну. Она с высшим образованием. Вы уже знакомы с ней? Да, я знакома с ней. Она с высшим образованием. Она, кроме того, работает в банке. Причем тут высшим образованием? И занимает очень большую должность. И я считаю, что это как раз тот человек, который может войти в нашу семью. А откуда вам это все известно? Что она работает в банке? Какую должность она занимает? А дело в том, что я работаю под ее началом. Ее недавно назначили к нам управляющие нашего банка. А, вы тоже в банке работаете? Да, и я тоже в банке работаю. Под ее началом, и поэтому она, в принципе, знает меня очень хорошо, я знаю очень хорошо. У нас очень хорошие и деловые, и личные отношения. Ну, то есть это вы практически познакомили их раньше? Они были знакомы раньше. Мы до этого были знакомы. Знакомы. Ваша честь, самое для меня главное, чтобы и мама тоже кандидатуру, которую я выбираю, поддержала, чтобы она... Ну, если вы собираетесь совместно жить, то, конечно же, маме надо пройти все тестирования, я думаю, с новой избранницей. Мам, я обещаю, как только сейчас разведусь, Людмила, сразу женюсь на Рите, и у нас все будет хорошо. Рита, это вот Маргарита Евгеньевна Крупина? Да, 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 она по ходатайству вашему или по ходатайству мамы сейчас будет? По моему ходатайству. Но мама поддерживает ходатайство? Мама, естественно, поддерживает. Хорошо, Маргариту Евгеньевну Крупину пригласите в зал. Рита, я готова, между прочим, свидетель Крупина. Пройдемте. Я тебе могу сказать односторонно, я тебя буду просто... Здравствуйте, Маргарита Евгеньевна. Здравствуйте. Маргарита Евгеньевна, ну сразу скажите суду, в каких отношениях вы на данный момент состоите с истцом? На данный момент у нас с истцом никаких отношений нету, ну если не считать наших отношений с его матерью, она моя подчиненная, а с истцом отношений нету. Рита, Рита, ну что ты, ну ты не стесняйся, говори все как есть. А нам представили немножечко уже по-другому, так что вы можете говорить суду правду. Мне прям интересно. Ваша честь, она просто сейчас стесняется. Представили, что вы, у вас серьезные отношения, что вы возлюбленные. Я сейчас разведусь, я обязательно тебе женюсь. Да, женишься ты на мне, неужели? А что ты на мне пять лет назад не женилась, когда я в тебя по уши влюблена была? А сейчас ты нафига мне нужен? Своей мамашей тем более. Прости, господи. Это просто некрасиво. Да, просто некрасиво. Да, Рита некрасиво, я считаю. Да, все-таки нужно... Маргарита Евгеньевна, подождите, поясните суду. То есть у вас раньше были любовные отношения, но сейчас... Да, пять лет назад мы были любовниками. Пять лет назад я из провинции приехала, а мать его вся такая крутая, маникюр, педикюр, у нее шавку свою за пять тысяч в салоне стригла. Ну, во-первых, не шавка, а потом... Да мне все равно, кто там у вас. Шавку. Я когда пришла с ней знакомиться, она на меня сверху вниз вот так смотрела, она сразу и решила, что я ее сыночку не подхожу. И решила нас поссорить. Подкинула мне в сумку серьги свои серебряные. Помните, да? Ритычка. Во-первых, я не подкинула. Да, не подкинула. Откуда они взялись? Да, конечно. А не вы мне тогда полиции угрожали случайно. Не угрожала я. А сейчас ситуация, конечно, изменилась. Сейчас я для вас богатая невеста. Я в банке сейчас работаю. Купила себе вот недавно квартиру, машину. Когда перешла на должность в банке, мою несостоявшуюся свекровь под увольнение поставили. Хотели ее сократить. Хотели ее сократить по возрасту. Она испугалась. Я тут думаю... Новую работу найду себе. Да, конечно. В другом банке у меня есть связи. И, конечно, у меня есть связи. Она же новая работа. Слушайте, а что это вы так ругаетесь? Только что вы мне ее так расписывали, что у вас такие чудные отношения, что она такая хорошая пара вашему сыну. Вы знаете, она как-то втерлась ко мне в душу. Она мне сказала, что я буду с вашим сыном. Настолько я ей поверила, значит, я второй раз общую. Можете меня не перебивать, пожалуйста, Леонора Константиновна, можно мне сказать? Я слушаю вас. Я просто удивляюсь. У меня просто волосы дыбом. Москва, Хабалка, Хабалка, не Москва. Люблю ее. Сыночка, не могу без него жить. Она, естественно, поверила, повелась. Ей, конечно, куда выгоднее сейчас такая невеста, как я сейчас, чем какая-то медсестра еще с каким-то там левым ребенком. Значит, какая? А у нас Леонора Константиновна, она известная любительница комфорта. Я помню, она меня в жизни учила. По 10 раз заставляла и тарелки перемывать, и Бореньки своему рубашки стирать вручную. Потому что, видите ли, машинная стирка портит воротнички. А сейчас, прям вы от меня отстать не можете. Конечно, хотите такую невесту себе. Да, конечно. Я-то наивная поверила вам, а вы оказывается... А, Борь, и, кстати, это мы Люду твою с твоей мамой подставили. Сказали, что у нее роман еще и с двумя. И вот тот парень, который цветы якобы присылал, это водитель мой, вон в коридоре сидит. Боря, ты что такое говоришь? Не развали меня на пожале. Что я говорю? Да не может быть. Может такое быть, тебе позвать, а ты вообще избавляйся от этого хлама. Беги от него без оглядки. Правильно. Извините, но я сама разберусь. Я люблю Борю. Люда, я вообще в шоке. Что ты вообще несешь? Ты красивая молодая девушка. Найдешь себе. Я понимаю, конечно, мужиков мало. Пустишь. Вот таких, как Боренька с мамашей, надо учить. Ради бога. Люда, уходи. Это вообще просто гнилая семья. Уходи из нее. Мама, а что мне теперь делать? Мама, может как-то обратно все-таки верю? Ну, видишь, как все получилось-то. Боря, ну правда, ну ты позволь мы. Я тебе могу сказать о Боре. У нас было хорошее отношение. Ни одно, ни второе. Нам не нужно. Хорошо. Суд выслушал обе стороны. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Зачем тебе это все? Для чего? Суд удаляется для вынесения решения. Из решения слушания дела о расторжении брака отложить, назначить супругом срок для примирения три месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругом срок для примирения три месяца, потому что ответчица на расторжение брака не согласна. Я также, Борис Сергеевич, у вас не услышала четкого определенного ответа, хотите ли вы сохранить этот брак или нет. По-моему, сейчас самое время задуматься и принять ответственность за свои решения на себя, а не возлагать их все время на вашу очень гиперактивную маму. Вам решение понятно? Через три месяца, я надеюсь, вы не вернетесь в суд. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать.